Скажи, как до Адлера доехать, а? Подскажешь, дружище? Скажи, без сосиски доехать, я тебе подскажу, да? А без сосиски скажи, не скажу. Такая ляпина. Ты такой холёсень. Ты такой холёсень, где весь там тём болячка. Тём болячка. Что там болячка? Может, плеч какой-нибудь? Может, есть, да. Плеч, если не брать. Эээ, плеч, да? Да. Тихо, тихо, тихо. Стой, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Выдрал, да? Да. Всё. Враг повержен. Всё, дружище. Какой ляпасян. Ребята, слышите эти звуки? Это море. Ночное море Адлера. Ребята, такое ощущение, как будто меня сейчас просто снесёт. Ребята, современные технологии постепенно пробираются в Россию. Короче, сделал в кафешке заказ. Мне дали вот такой вот брелок, или как его назвать, не знаю. В общем, вот такую вот штуку. И сказали, как только заказ будет готов, она будет пикать. А вы говорите, Рашкин. Россия. Конечно, цифру нарисовали, сейчас ты по-русски, ручками. Ну, всё поделаешь. Всё, короче, обменял пульт на пельмени. А, нет, работает, слышишь? Такие ребята опасные. Не, не пури мы. А это гостиница Богатырь. Простите, а ещё билеты можно купить, да? Да, парк скоро закрывается, уже нет смысла. Нет смысла? А там очереди большие, да? Ну, парк большой, вы даже не успеете до последнего аттракциона дойти. А до первого? Ну, если вы будете платить, ещё 250. В смысле ещё 250? Ну, 1250 стоит для взрослых билет один. Не имеет смысла, всё, надо вообще проходить здесь, да? Ваши билеты, петры, без удачи. Всё, спасибо. Хорошо, Витя. Погнали. Ребята, в общем, погода в Сочи не очень, идёт дождь. Море также штормит, но его посмотрим чуть-чуть попозже. В общем, решили проехаться по побережью. Едем на ласточки. Короче, ребят, не очень удобные чехлы. Что, ты соскальзываешь? Да, получается, с них соскальзываешь. Получается, море, оно сейчас трёх цветов. Первые 30 метров оно коричневое, затем оно идёт зелёное, а потом чёрное. Надеюсь, видно на камеру. А так хотелось открыть попальный сезон. А, ну, штормит. А вон серфингисты ловят волну. Слушай, ну, они в костюмах были, в этих водолазных. Конечно, в другом. Ну, да. Всё, ребята, короче, у нас один час остался до закрытия парка, поэтому надо просто очень быстро везде всё успевать. Я тебе говорю, брат, вот это вот вообще жесть просто. Я помню. Ребята, вот это вот река Бу. Здесь он отпадает в Чёрное море. А здесь вообще получается, вот речка пресная вода, да? Сейчас рыбалки нет. Это так вот. Времяпрепровождение. А на что ловите? На этот как его. Ловка, что ли? Не ловим. Просто имитируем. А, я понял. Это речка, как и по всей России. Рыбы нет. Ну, кое-где бывает. Да, бывает. О, глюёт ещё. Бывает. Ну, вот, что глюёт. Поклёвка есть. А всё на месте. Вот такая рыба здесь клюёт. А вот я смотрю, бывает, в море стоят с удочками. А, в море это да. Вот начнётся с июня месяца. Там рыбалка уже ловит. И на удочку тоже ловят. А что за рыба такая ловится там? Там семейство ловит. Получается, в речке вода ещё пресная. И впадает в море, там уже солёная. Ну, а своё начало река берёт где-то в горах. В общем, ребята, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Ну, и не забывайте про колокольчик. Слушайте, он ещё работает у вас, да? Да. Вот это круто. А, волна не ловит, а что это играет тогда? Флешка? Чего себе. Ну, ребята, как ретро играет. Ребята, короче, сейчас катались вот на этой вещи. Снимать не разрешили, но хорошо, что я не снимал, потому что камера улетела бы. Это 100%. Блин, это жесть. Это очень страшно, отвечаю. Ну, а, друзья, погода на море меняется очень быстро. Недавно был дождь, а уже светит солнце. Это море всё равно продолжает штормить. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я вам покажу огромную саранчу. Видите, она спряталась? Здоровая... В листах пальмы. Адмирал Михаил Петрович Лазарев. Ребята, стихия бушует просто. В общем, на море здорово в любую погоду, в любое время года. Ну что, идем на следующий аттракцион. Девушки, забыла. Сколько метров она высота? 55? 65. Нормально. Что-то я думал 170. Добрый вечер, уважаемые гости. Минуточку внимания. Во время пропяток фото и видеосъемка запрещена. Все личные вещи, головные уборы, очки. Все, что может выпасть из кармана, подставляем в локерах. Черные поручни бы не трогать. Все, друзья, счастливо. Это просто жесть. Короче, ребят, кто захочет там в руках держать камеру, но просто в руках не рекомендую, потому что, во-первых, очень страшно, во-вторых, такая скорость, камера может вылететь реально просто, ну и все, разобьется и потеряете камеру. Ребят, кинем монетку в море, чтобы вернуться сюда еще раз. Е-мое, аж камнями закидала. Ребята, я весь мокрый уже. Вот это кайф. Короче, первый раз на море во время шторма. Это даже круче, чем купаться летом. Ребята, никогда сюда не приходите. Это жесть. У меня просто слов нет. Я еще не отошел. Я думал, видела, там что-то капает все время? Да. Сейчас я понимаю, что это капает. Жидкость ушла. Да, это не вода, ребята. Ребята, в общем, сейчас покажу, как это выглядит со стороны. Музыка. 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 Ты еще думаешь идти ли тебе в сочинский парк аттракционов? Даже не думай. Ноги в руки и бегом сюда. Ой, друзья, какая здесь красота. Просто вообще пальмы, горы. Ребята, сейчас будет обзор на новый лохотрон. Называется, подожди, запусти монетку, загадай желание. Так. Готов? Давай. Ты что загадал такое, слышишь? Не знаю. Давай. Ребята, это река Мзынта. Делит адлер получается на две части. Ребята, это река Мзынта. Внутри огромная шишка. Ну а вот это вытянутое дерево, похожее на свечку, это кипарис. В Древнем Греции и Древнем Риме кипарисы считались, ну символизировали смерть. Поэтому их часто высаживали на кладбищах. С приходом христианства кипарисы стали символизировать, наоборот, вечную жизнь. Даже есть такая легенда, что именно из древесины кипарисов был создан новый копчаг. Ребята, вообще очень красиво. В каждом дворе есть пальмы. Ребята, сегодня море вообще успокоилось. Сейчас попробуем водичку. Вода холодная. Короче, некоторые даже уже окунаются. Вода холодная. Теплая. Теплая? Теплая. Ты здесь пробовал что ли? Здесь, конечно, теплая. Теплая вода, теплая. С NATO-опросто с ломкой. Теплая вода, теплая. Теплая вода, теплая вода. А это, получается, вы на спинненьку ловите, да? Да, естественно. Резинку пробовал на этой силиконовую рыбке, да кто-то ничего? И ловится что-нибудь, да? Теплая вода. Я сам перелезал. Взял с собой кинул. Я понял. Вчера тоже паренек на резинку кипал. Теплая вода, когда вода кипарисы. Ага. Теплая вода, когда вода кипарисовала. Вчера был на этом Пардоне, там мужики ловили на этой реке, там река Булк, он называется, и ловили в этой реке, а он говорит, что там рыбы нет вообще, он говорит, ты пробуй просто так сидел, ради кайфа так посидеть, мол, а в море ловится, а я все время думал, что на удочку стоит, на поплавок, еще думал, такие волны, как его вообще можно увидеть, что там клюет и клюет, оказывается на резинку кидает, или на фидер, резинки не знаю, что это, ну это такие, либо каракатицы, такие силиконовые, наподобие там, А, я понял, понял, все, я понял, все, я понял, все, на крючок одеваешь, и сгрузило вот это, повесло там, знаешь, сидят, только кинул подальше, и тоненько ведешь, ведешь, капнет, чувствуешь, ливаешь, чувствуешь, и я, говорят, ну вчера, позавчера такой этот шторм был, все же до этого доходило, вчера вот здесь вообще ко мне не было, потому что там посок, вот эта территория вся в песке была, Да, сегодня пришли, потом обратно ко мне закидывал, увидел, что сок замыло, потом обратно его Ну, ребят, видали, какие ракушки? Интересно, а целую можно найти? Ты же продавец в магазине такие? Ну, кому в аквариум, тут можно пособирать, надержи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Работа в такси Моему бы хотелось бы Белый собрал нашу восьбу Четверка Азиотки не взяли Азиотка Вот так. Осторожно, машина. Осторожно, машина. Я попаю, но на голосах от светлой полиции В небом уме, а с черной рукой стою, стою. Солнце мое, что ненавидно, Голосе господин в пульваре И тих порождать огня. Опа! Солнце дает огонь, Опа. Опа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok